Сегодня я пришел сюда, к зданию, духовно сюда, в Крыму, чтобы выразить свой протест, свое возмущение о том, что творится тут у нас, в Крыму. Могут спокойно зайти, проводить обыски, забрать и бесконечно продлевать эти меры пресечения, в конце готовых следить на длительный срок. За что? Просто за то, что мы любим свою религию, мы изучаем свою религию, мы хотим жить в спокойствии и благодетии, которое определило для нас Всевышний. Я пришел поддержать наших братьев, как братьев-мусульмане, мусульмане как единое тело. И хочу выразить свое несогласие, выразить свой протест в связи с происходящими событиями в Крыму. Вот когда хочется задать вопрос этим ФСБшникам, когда закончится этот предел? Верховный суд, рассмотрев апелляционную жалобу, нашел, что никаких оснований для изменения содержания под стражей нет. Не учел Верховный суд и то, что на иждивении моего подзащитного Ибрагимова имеется четверо малолетних детей, беременная супруга, что они оба положительно характеризуются. На территории Крыма у них имеется индивидуальное предпринимательство, являются бизнесменами, проживают достаточно давно за пределами Крыма, не имеют ни тесных социальных связей, ни средств к существованию. То есть сейчас, находясь под стражей, наши подзащитные будут ожидать своего этапа и назначения дела в Южном окружном военном суде. Сегодня была осуществлена доставка наших подзащитных, они находились с нами в здании суда, выразили свою точку зрения на происходящее забытие, а также передали во время того, когда их заводили в здание суда, они увидели, что присутствуют люди, которые пришли их поддержать, передали всем огромные слова благодарности за эту оказываемую поддержку, а также выразили свои соболезнования всем тем, кто подвергся депортации, в том числе всему крымско-татарскому народу, который наряду с другими народами был подвергнут принудительной депортации из Крыма. И вчера был памятный день, траурный день, и все они чувствовали свое единение со всем народом, который скорбили в этот день.